Сегодня у нас нежнейшая запеканка из тыквы, как суфле. Точнее, тыквенная запеканка с творогом. Вкусная, сытная и очень полезная. Прекрасно подойдет на завтрак, ужин или как десерт на обед. Подпишитесь и сохраняйте рецепт, чтобы не потерять. Для запеканки нам понадобится полкилограмма тыквы. Я ее почищу. И порежу на небольшие кубики. Дальше я тыкву залью водой, так чтобы вода ее только покрывала. И отварю до готовности. Тыква у меня быстро сварилась. Я слила воду и теперь я перебью ее блендером. Можно помять при помощи картофеля мялки. К тыкве добавлю 300 граммов творога. И снова все перебью блендером. Если вы пользуетесь картофелемяткой, то структура в запеканке будет более зернистая. Теперь к этим продуктам я добавлю щепотку соли. 3 столовых ложки сахара. Но если у вас тыква очень сладкая, то будет достаточно и 2 ложек. И 1 чайную ложку ванильного сахара для приятного аромата. Также я добавлю 3 яйца. И снова все перемешиваю блендером. Также я добавлю 3 столовых ложки муки. И снова все перемешиваю при помощи блендера. Наша творожно-тыквенная масса подготовлена для выпекания. Но можно ее сделать еще вкуснее. Добавить сюда, например, ягоды винограда без косточек, сухофрукты, изюм или курако по вашему вкусу. Я добавлю 30 граммов сушеной клюквы и 40 граммов изюма. Конечно, можно добавлять по своему вкусу, больше или меньше. Перемешаю уже без блендера. Нам осталось только подготовить форму. Я хорошо ее смажу сливочным маслом. Вылить в форму будущую вкуснятину. И отправить выпекаться в духовку, разогретую до 180 градусов, до золотистой корочки. Запеканка будет выпекаться 40-50 минут. Но время может отличаться, так как в духовке у всех раз. Проверяйте готовность деревянной зубочисткой. Если верх уже зарумянился, а середина еще сырая, прикройте верх фольгой и выпекайте до готовности. Наша нежнейшая, золотистая, прекрасная, очень яркая запеканка из тыквы готова. Если рецепт вам понравился, оставайтесь со мной, подписывайтесь и нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать другие рецепты. Напишите комментарий или просто оставьте смайлик в комментариях. Делитесь этим видео рецептом с друзьями. Всего вам самого доброго. Главное крепкого здоровья. И увидимся в следующем вкусном видео. Субтитры сделал DimaTorzok